Приветствую вас, дамы и господа. Давайте посмотрим биткоин на сентябрь месяц. Что нам сентябрь месяц преподнесет биткоинам? Все неплохое. Давайте смотрим на оракулу. Потерь не будет особых финансов, неустойчивое положение. Фокусник, все карты перевернуты. Но вы знаете, по оракулу какое-то неустойчивое положение, во всяком случае. Что-то мне подсказывает, что здесь будет такая ситуация. Ну, в начале месяца не будет потерь, а потом, в общем-то, здесь вот по этой карте окончание, как в резуме. В стуле стоит, один повалился. Ну, неустойчивое положение. Здесь тоже ангел, который руководит всеми этим порядками, будет перевернут. Ну, что-то в сентябре не очень он будет. Давайте сейчас посмотрим. И здесь фокусник тоже перевернут, какой-то манипулятор. Ну, давайте посмотрим на этом, на светлом провидце. Давайте посмотрим на светлом провидце. В каком ключе он сначала откроется. Ну, колесо удачи. Ну, как вот оно откроется, как сигнификатор? Сигнификатор принципиально неплохой. Давайте по срезам. Сделаем два среза и посмотрим, что биткоин будет показывать. Так, в середине месяца будет такая непонятная карта. Дно среза. Тут чаш. Ну, что нам? По колесу удачи умеренность. Так, так, так. Ну, в конце месяца будет все-таки какое-то соглашение. Здесь на одни кого-то ожесточенная борьба идет у биткоина или с биткоином. В начале месяца будет какая-то умеренность по умеренности. Будет четверка Пентакли Монет. Это состояние на одном уровне. На каком-то. Далее. Если так смотреть по квартальной или понедельной, то где-то со второй недели будет десятка мечей. Это не то, что здесь уход. Здесь уже фантом какой-то идет человек, который... Ну, в других картах это поле воина убитый. Не убитый, а полностью зарубленный. И здесь четверка уже Пресыщение. По какому-то королю, стратегу, будет остроумное решение в связи с биткоином. И возможно, возможно, только к концу месяца у него будет интенсия. То есть это карта такая, Золушки. По какому-то соглашению пойти вверх. А так я не вижу здесь. Давайте это рассмотрим. Старший Аркана 2. Что у нас у Колесо Удачи? Как откроется Колесо Удачи? Как сигнификатор. Но что-то оно как открылось, оно стоит и стоит. То есть стоит, но здесь будут все-таки печальные карты. Да, пятерка монет и по какому-то этому... Навероятно, Генслер или кто там еще. Пятерка монет это мини-башня. Разорение, карта разорения. Не очень хорошо открылась. Умеренность, умеренность. Ну, по умеренности все-таки в казна у него, наверное, капитализация-то не упадет так сильно, если здесь умеренность и хранительница казны. Но все равно у него будет такой момент, когда его будут совершенно сливать. И типа уже будет такое, что там будут три предложения. И все эти предложения будут отвергнуты. Ну, не очень радужная картина. Даже Колесо Удачи, оно открылось в негативном ключе. То есть одна позитивная карта, но такой, карта двора, а другой негативная. Ну, только в конце месяца, возможно, что-то будет, какое-то соглашение. Денег вообще в раскладе не вижу. Никакой ни прибыли, ничего. Но будет движение вверх в конце месяца, сентября. Возможно. Давайте посмотрим по трендам. Потому что в августе месяце красная свеча закрывается литкой красной свечой. Да? То есть было такое здесь у него. И сейчас что-то они его подпадутся. Давайте посмотрим. Восходящий, нисходящий боковик. Ну, это восходящий, нисходящий боковик. Непонятно. Так, по-восходящему, что дурак. Нисходящий, окончание срока, меры, борьба. Боковик. Боковик четверка набирается силой. Тут, тут, тут. Здесь, скорее всего. Здесь, скорее всего. Но здесь старшие арканы. То есть у нисходящего тренда возможно будет окончание. Возможно. Нет. Ну, дьявол, иарафант. Это вообще что-то такое. Дьявол, иарафант, вы знаете, это кто? Это вообще уже учители. То есть гуру, которые непосредственно ведут по ложному пути. Вот. Отрицательно открылся завершение срока нисходящего. А как дурак откроется тайна Папеса? И это восходящий тренд откроется по дураку? Не очень плохо. Но что у нас подразумевается с Папесой? Давайте сейчас я по-быстрому открою. Так. Так. Откроет она нам свою тайну? Или не откроет? Итог. Итог открыла. Трансформация смерти. Очень будет большая трансформация. По восходящему тренду смерть. Трансформация смерть. Туда-сюда будут гонять. Так. Что там? Ну, принципиально он так. Очень быстро. И потенциал хороший. Так. То, что сейчас. То, что уходит. И то, что приходит. Ну, будет получение какой-то профит. Уходит звезда. То есть его звездность. То, что будет в течение месяца. Какие-то движения. То, что мы не видим. Мы не видим манипуляцию открытую. Одни старшие арканы. Что мы видим. То, что он как отшельник сидит все на каком-то уровне. Но с внутренним светом. Цена вопроса. Это очень большая трансформация по биткоингу. По восходящим тренде. Дурак открылся. Это по дураку мы все открываем. Дурака открываем. Куда он прыгнет. По трансформации он прыгнет. Но все равно здесь какая-то прибыль и статичность будет. Монеты. И здесь тоже получение, в общем-то, какого-то профита будет по восходящему тренду. Дурак начал пути. Не видим мы многих манипуляций по восходящему тренду. А видим типа как отшельник. Но мы не видим манипуляции. Ну да, манипуляции по большим деньгам. То есть две денежные колоды. И давайте секрет тайны. Ну и император руководит с каким-то обманом по восходящему тренду. Очень все это непонятно и аккуратно. Потому что получается, что император, он, такая манипуляция будет, что император будет какой-то, ну как обманщик, мошенник. Вот император. Императрица и война. А то он, я не знаю, войну объявит. По даме и по какому-то сообществу. Ну что-то такое будет. Какой-то глобалист, что ли, там. Глобус, глобус, да, здесь глобус. А будет объявлена все-таки какая-то движуха и большим семьям, и по большим семьям. То есть объявят, скорее всего, через какую-то даму, какие-то, ну или дамы, или кто там еще, какие-то семьи. Иногда это даже мужчинозные кланы показывают, эта карта. Насходящий тренд открылся вообще. То есть картина приплыла. Вот такой вот расклад. Но я думаю, что, скорее всего, все-таки будут нисходящие вон колесо удачи. Вот так вот, вот так открылся. Так открылся. Ну давайте спросим еще один вопрос. Я вообще просто, здесь очень много тайны вообще всего-всего-всего. Скорее всего, может быть, если по младшему Аркану Буховик, а здесь на восходящем тренде очень большие какие-то идти будут. Очень какие-то будут большие события. Какие будут события? И в Коэне. Сейчас мы решим. Вроде как дурак, но что дурак, но сколько у него там. И тайны, и все, что угодно. Вроде как неплохо с тайнами открылись. Но там тайны будут такие, что они будут на уровне каких-то глобальных систем. Так, что с тобой будет в сентябре? Ну, какие приятные известия. Опять-таки все это. Кубки-кубки идут. Ну вот она, десятка метей. Будут его рубить. Потом будет это соглашение. Ну, уже цель будет, как получение все-таки прибыли. Обронять будут свои позиции. Страшная суть, не так страшно. И двойка. Ну, какой-то тупик, тупиковая ситуация из-за таких третий. Договоренности из-за какого-то выбора. В тупике он будет стоять. В тупике. А коснется ли... Пробьет ли 50 тысяч? 50 тысяч, да? Опустится ли ниже 50 тысяч? Принципиально, да. Возможно. Но это не... По картам, да. Ну да. Может опуститься. Какой-то расклад интересный получился. И здесь вот, по этим картам. Все перевернуто. Ну, навряд ли восходящий тренд. Я думаю, если это будет боковик. В принципе, боковик там с большим потенциалом. Он открылся с 100-дом монет. Но здесь очень все запутано. И восходящим, и нисходящим. То есть, видимо, боковик. То есть, там будут и вниз, и вверх. Но здесь показано то, что может он даже опуститься ниже 50 тысяч. Ну, то есть, скольнуть. Все, блок профита. Все, самого наилучшего.